Друзья, вы знаете, что красота это достаточно такое субъективное понятие и в каждой эпохе существовали свои предпочтения. Вот, например, в Древней Греции загорелая кожа считалась некрасивой, неприемливой, так что, Анька, ты была бы красотка просто, да? В 18 веке француженки считали хорошим тоном сбривать свои брови и наклеивать шкурки мышей. В общем, это очень гадко, да, так себе. И сегодня мы поговорим про красоту и все, что с этим связано. Сегодня в программе мы узнаем, спасет ли красота мир. У нас в гостях самые прекрасные девушки страны, которые расскажут, как прошел конкурс красоты «Мисс Беларусь-2018». А также освоим основные приемы обретения внутренней гармонии и красоты. Это пин-код. Не пропусти. А на повестке дня у нас есть вопрос интерактива. Первый – это философский вопрос. Если красота все же спасет мир, то напишите нам, как. И второй вопрос информационный, я бы так сказала. Если ты хочешь, чтобы пин-код приехал в твой город, район, то напиши, зачем мы должны туда приехать. Может быть, какие-то мероприятия интересные, возможно, там общительный народ или какие-то крутые достопримечательности. У нас сегодня два интерактива, два вопроса, поэтому давайте общаться. И, кстати, сегодня мы определим парочку счастливчиков и вручим им интересные подарки, билеты на концерты Димы Каминского. Один или два или три. Мы даже не знаем, сколько, но сколько вот у вас будет таких классных интересных, столько и раздадим. А в нашей студии уже появились одни из самых красивых девушек страны. Участницы конкурса «Мисс Беларусь-2018» года. Анастасия Лавренчук – это вторая вице «Мисс Беларусь-2018» и Каролина Борисевич. «Мисс Фото», девочки, добрый день. Добрый день. Девочки, смотрите, у нас сегодня такой интересный философский вопрос интерактива, поэтому и мы начнем с философского вопроса. Скажите, считаете ли вы, что ваша красота спасет наш мир? Смотрите, можно красоту рассматривать как внутреннюю, так и внешнюю. И я думаю, что в контексте этого вопроса мы все-таки рассматриваем внутреннюю красоту. А внутренняя красота – это в первую очередь наше личностное качество. Это как и доброта, и искренность. И если рассматривать эти качества, то я думаю, что да, такая красота может спасти мир. Таня, не по сценарию сейчас пойдут вопросы. Девочки, а у вас был интеллектуальный конкурс на краю? Да. Вот сразу видно, что девочки готовились, понимаешь? Они знали, что примерно такой вопрос может быть у них все-таки. И да, и не проскочит, да, либо нет. Нужно развернуто, красиво ответить. Ладно, рассказывайте, как впечатления после конкурса? Неделя прошла. Впечатления самые положительные. Мы до сих пор с девочками общаемся, списываемся, созваниваемся. Это очень приятно. То есть дружба на проекте была? Да. И что, никаких вот этих вот стеклышек в туфельках нет? Под пилить камни? Нет, нет, нет. Наоборот, все друг другу помогали, поддерживали. И в любом вопросе всегда можно было обратиться. Вот, а какие вопросы, какие сложности, с какими сложностями сталкивались на конкурсе? Ну, у нас не было сложностей. Но вот по вопросам, даже банально, одолжить что-то из косметички, или помочь с прической, помочь с какими-то другими вопросами, это без проблем. То есть каждая девочка, да, помогала другой, и конкуренции особой не было. А как вот ваш родной город поддерживал, помогал родные, близкие, друзья? Писали, звонили, присылали смс-ки. Да. Потому что мы были на расстоянии, поэтому так помочь трудно было. Если я не ошибаюсь, по правилам конкурса, в течение двух лет после мисс Беларусь нельзя выходить замуж. Да. Да. А что делать, как быть? А вот если встретите свою вторую половину, и все, вот никак, упрется, молодой человек скажет, а я не могу в контракт, что делать? Ну, я не думаю, что замужество это настолько важно, что нельзя дождаться этих двух лет. А ты как думаешь? Придется ждать. Что еще делать? Нет, конечно, можно выйти замуж, но тогда придется отказаться от титула. Ну, вот если будет стоять титул или муж, что вы выберете? Я думаю, если это все-таки рассматривается молодой человек как муж, то он должен понимать и принимать все обязательства и обязанности. Ну, что парня, наверное, у девочек пока нет, никто не смотрит, и поэтому, знаешь, боятся говорить, как оно было бы на самом деле. Ну, а дает ли конкурс путевку в жизнь, давайте узнаем о финалистке Мисс Беларусь 2012 года Ольге Рыбакиной. Оля, проходи к нам. Добрый день тебе. Оль, привет. Привет. Расскажи, ты была в десятке самых красивых девушек страны. На кастинг пыталась пройти две-три тысячи, если не ошибаюсь, девушек в тот момент. Очень много, да. Скажи, помогла ли тебе вот эта громкая цифра, что ты была самой лучшей из лучших, ну, в дальнейшем? Вы знаете, девочки, я думаю, что не помогла, потому что тут же история не про красоту, история про личностные какие-то качества, да. Надо быть интересной, надо быть пробивной, надо быть такой везде успеть, везде поспеть, будем так говорить. Потому что корона, титул, он ничего не дает. Ну, в жизни, ну, ничего. Вот с моего конкурса прошло уже шесть лет. Шесть лет. Это достаточно большой срок. Я ни в коем случае не хочу обидеть никого из девочек нашего, ну, того года, да, двенадцатого. Ну, ты хотя бы вышла замуж, а это же пока нельзя, понимаешь? Это уже плюс. Ну, я же вышла попозже, чем два года как раз. Потому что надо себя как-то проявлять. Если у тебя есть какие-то таланты, да, то ты должна как-то за что-то зацепиться. Потому что корона и титул, это не пропуск куда-то, а вот твои какие-то личные качества, возможности, твоя харизма, возможно, даже это. Вот это пропуск. Но для девочки, может быть, стало там больше фотосессий, каких-то приглашений? Таня, я не знаю, я не знаю, как ответить на этот вопрос. У меня они были, понимаешь? Я и так была классная, скажу, что у меня спрашиваете. Я знаю, что там мне было классно. Ну, просто это, наверное, увеличилось. Количество возросло, но я не могу сказать, что прям как-то это повлияло. Однако я помню такой момент, когда у нас просто год был такой очень насыщенный. Вот я с девочками разговаривала, у них как-то было все спокойно, репетиции, все на лайте. Я сейчас немножко добавлю в это розовое царство этих единорогов, немножко такой перчинки. У нас был трэш. У нас был трэш. У нас был конкурс наподобие топ-модели по-американски. Нас пытали. Ну, в хорошем смысле этого слова. Как пытали? В смысле? Ну, в смысле пытали. Ну, смотри. Например, у нас был конкурс на титул Мисс Спорт. Мы ходили по надувным матрасам в бассейне, как дефиле. То есть мы должны пройти были красиво. Девочки, вы бы справились с такими заданиями? Как вы считаете? С первой попытки точно нет. А надо верить в себя. Никто не думает, что надо верить в себя. Все, у тебя нет шансов, у тебя нет вариантов. Надо идти вперед и что-то делать. Прошел или не прошел? Да, да. Ты как считаешь, нужно участвовать в таких конкурсах вообще или нет? Ты такие страхи рассказываешь. Ну, почему страхи? Я считаю, что да, надо участвовать, потому что... Нет, если хочется. Если хочется, если у тебя есть какая-то такая цель, то надо обязательно поучаствовать, хотя бы повариться вот в этом реалити-шоу, как в моем случае было, да, потому что снимали все. Сопли, слюни, слезы, простите, да, все снимали. То есть каждый твой шаг. Мы почти были три месяца на проекте. Это было очень тяжело. А вы, девочки, три недели. Три недели. Оп, видите. Они не успели, понимаешь, походить по вот этим вот горячим камням. А еще такой момент. Вот, девочки, представляете, когда на три месяца вас закрывают, ну, грубо говоря, в одном помещении 41 девушку, которая, каждая считает, что она самая красивая, вы понимаете, да, красота. Олечка, а вот смотри, есть конкурсы красоты разные и для малышей, и для подростков, и там 18+, как ты считаешь, нужно ли вообще идти, и в каких нужно можно, точнее, участвовать? Потому что, знаешь, вот как обычно бывает, мама тебе что говорит? Ты самая красивая доченька у меня, а Жюри говорит, извини, не прошла. И как потом быть? Ну, во-первых, надо как-то, ну, если брать детские конкурсы, это вообще, мне кажется, одна из таких сложных тем. Я против детских конкурсов красоты, потому что изначально... Малыши не понимают, да? Малыши не понимают, да. Они и так лучшие для своих родителей, да. А тут сидят дяди и тети, которые будут их оценивать. Ну, понимаешь, когда тебе там 12-13, перед тобой тоже сидят дяди и тети, которые тебя оценивают. А в таком возрасте как быть? А в 12-13 сидят? Ну, ты уже подросток. Опять же, в подростковом, вот в этом пубертатном периоде, тоже же психика такая еще расшатанная. Тебе кажется, весь мир против тебя, да, еще много каких-то комплексов. Тем не менее, я думаю, что если человек настроен, то надо пробовать. И очень хорошо, когда за твоей спиной стоит семья. То есть большая поддержка, когда у тебя есть уверенность в том, что даже если у тебя не получится, то от тебя, ну, грубо говоря, никто не отвернется, да, ну вот как-то так. Оль, ты сейчас активно продвигаешь свой Инстаграм. Можно ли назвать тебя бьюти-блогером? Нет, я не блогер и не бьюти-блогер. Уберите титр, пожалуйста. Кого брать? Мы как раз-то тебя так любимы. Но у тебя в Инстаграм очень много косметики, ты постоянно тестируешь там. Вот, девочки, берите титр. Так получается, то есть я бьюти-блогер, но это не точно, да? Девочки, а вы свои Инстаграм-странички продвигаете? Ну, не совсем. Нет. Почему? Инстаграм-это интересно делиться какими-то событиями из жизни, но сказать, назвать себя блогером, нет, пока что язык не повернется. Но подписчиков больше стало? Мисс Фото не продвигает себя в Инстаграм? Пока нет. И даже подписчиков не прибавилось. Стало больше. Нет, стало больше, да. Вот прямо заметно стало, как только вас начали как-то активно продвигать, вас стало стало. Да, да. Интересно. Это приятно. Ладно, девчонки, насколько вы гонитесь за красивой фигурой, сидите на диетах? У нас и так все хорошо. Какие диеты? Оля, а ты мне тоже так говорила, когда ты участвовала, тоже не сидела на диетах? Конечно нет, девочки. У меня история вообще другая. Мне кажется, можно отдельную передачу про наш год делать. До того, как я узнала, что идет кастинг, нами из Беларуси я представляла не Минск, я представляла Витебск. И мне звонит мама, говорит, Оля, через две недели будет конкурс. Ну, не конкурс, а кастинг. А я сижу, ну, я работала помощником главного бухгалтера тогда, почему-то, непонятно. Ну, не суть. Сижу, ем печенье и пью чай для похудения. Веси 63 килограмма. И у меня две недели, чтобы как бы вписаться в какие-то рамки, чтобы меня, по крайней мере, отобрали. И за две недели я похудела на 12 килограмм. Вот это вот выдержка, да? Девочки, ну, сегодня есть можно все. И я более скажу, сегодня есть нужно все. Аня, расскажи, почему? Сегодня день... Таня, я не уверена, что я правильно назову. По-моему, Всемирный день обжорства отмечает этот праздник в США. Да, и можно есть абсолютно все, что ты хочешь. Называется «Eat what you want today». То есть в этот день можно все есть. Фастфуд. Собственно, фастфуд это и так все, что можно. Я не могу смотреть это видео, Таня. Ты можешь его закрыть. Ты видишь, это какие-то тортики, это какие-то хот-доги, какие-то капкейки. Но там дальше пойдет техника, которая тебе нужна для приготовления всего этого. Приготовиться можно тоже абсолютно легко и просто. Но сегодня мы не будем вам давать что-то такое вот прям неполезное, но очень вкусное. А жаль, а жаль, а жаль. А я сейчас хожу на кухню и, Анечка, подготовь пока девочку, расскажи, что мы сейчас будем делать. Значит, существует такая теория, что если закрыть глаза повязкой и зажать нос, то вы никогда в жизни не отличите банан от картофеля и брюквы. К сожалению, брюкву мы не нашли. Ну, если честно, мы не сильно пытались ее и найти. Поэтому в команде овощей и фруктов у нас небольшая замена. Ну, а что вы уже видите прямо перед собой. Значит, у нас есть такие замечательные повязки. Одевайте их на глаза. Я вам буду активно помогать. Оля, хочешь? Просто ты рассказала такую историю про надувной бассейн, ну, точнее, надувной подиум в бассейне, что, если честно, страшно. Ну, страшно? Да, но если хочешь, можешь попробовать. Ну, Анечка, ты будешь девчонкам подавать, потому что сейчас, возможно, по цвету они поняли, что и что. Нет, не совсем. Не совсем. Все, давайте, надевайте повязки. А я все поняла, я могу сразу пробовать. Да, да. Да, но условия такие. Да, глаза у вас закрыты, и нужно, я так понимаю, закрыть нос, правильно? Да, закрыть нос. Чтобы ничего не... Я буду помогать. Давай. Уже, Настя, готова? Так, значит... Естественно, у нас подстава. Тарелки мы поменяли. Нос закрыла? Я, если... Ну, можно я так по-свойски? Держи, пробуй. Давай. И можно как-то комментировать. Держи. Чисто по концу. Понятно, что это яблоко. С душей. Зачем мы ей рассказали, что мы будем ей давать? Оль, с тобой нечестно. А вы не говорили. Да, я все знаю. Ты сразу бы угадала. Да, да, да. Я взрослая женщина. Да, подрастающее поколение, видишь? Да не надо так бояться, ничего мы не подменили тут. Ну так, значит, пункт номер один. Настя нас угадала, Каролина нет, правильно? Яблоко. А, один-один, ладно. Давай второй. Раунд два. Второй сложнее. Второй сложнее, да? Второй сложнее, но тем не менее. Если закрывает нос, то да. Итак, раз, два, три. Твой вариант ответа? Это? Картошка. Вареные картошки. Ну, так неинтересно. Таня говорила, брюки надо было брать. Ну, и третий тогда получается просто на 10. Третий. Итак, это? Они халтурят. Они точно плохо держат. А, да, они подсматривают, Таня. Это же на конкурсе красоты девочки участвовали. Конечно, они умеют жульничать и мухлевать. Ну что, и номер три, это? Банан. Открыть свое лицо. Ну, вы можете снимать маски. Без вкуса была только картошка. Ну, а все остальное было, что вы действительно не угадаете. Потому что мы с Таней проводили этот эксперимент пять раз, собственно говоря, так и пообедали. И брюку так мы и не угадали. Потому что у нас ее и не было. Девочки, спасибо вам большое за красоту, за то, что вы такие классные, милые, и пришли к нам в гости. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ну, а сразу после рекламы у нас в студии инициативный подросток, который изменит мир к лучшему. Это пин-код. Мы вернулись, и мы правда считаем, что есть подростки, которые не интересуют модные бренды и навороченные гаджеты, а интересуют то, как они могут сделать мир лучше. Да, вот как подогреть интерес к белорусскому писателю, нам прямо сейчас расскажет молодой инициативный Андрей Архипер. Андрей, тебе привет. Рассказывай, зачем ты к нам пришел и что у тебя за проект такой интересный? Так, проект, то есть создать арт-объект прикольно-кодомовича. Тем самым привлечь внимание к творчеству Олеся Домовича, потому что уже на протяжении огромного количества времени нет ни музея, ни бюста. То есть я хотел как-то привлечь внимание, чтобы люди знали про его творчество, про его вклад в нашу культуру, в нашу литературу. А это ты сам придумал? Или какая-то вообще откуда идея? И почему именно белорусский писатель? Потому что я сам из Бобруйска родом, он жил всю жизнь и похоронен в Бобруйском районе. То есть для меня это близко. Рассказывай, рассказывай. У меня просто есть фотография вашей всей большой команды. Вот наша вся команда, да. У нас пять человек. Мы организовались в процессе, то есть когда я начал уже думать, то есть предлагал своим друзьям, знакомым. Мы организовались, собрались, проработали всю идею, концепцию конкурса, договорились с организациями, организациями, то есть с райисполкомом, о партнерстве, проведении конкурса. Насколько это было сложно договориться вот со всеми этими организациями? Некоторые сразу пошли на контакт, потому что некоторые просто они сами родом из Бобруйска, например, как одна из организаций, директор, он бобруйчанин, поэтому пошел с нами на контакт и сразу, как бы, сейчас положил информационную поддержку. Но вы это делаете как конкурс, да? Да, да, конкурс. Я смотрю, это афиша. То есть вам можно присылать заявки, правильно? Да, можно присылать заявки. В этой заявке должен быть какой-то макет, история, что? То есть в заявке должно быть приведительный эскиз, то есть как вы видите этот... Арт-объект какой-то, да? То есть с переделкой и без переделки, то есть... То есть подожди, вам должны присылать остановку какую-то? До? Нет, там у нас есть, как бы, на сайте есть остановка. Ты можешь открыть, Таня, вы можете. Ну, там есть, как бы... Последняя фотография. Вот эта вот. Вот сама остановка. Так она выглядит сейчас. Да, да. Вы хотите, да. Мы хотим ее... Можно нанести граффити, рисунок, связанный с творчеством Олеся Адамовича, может биографию Олеся Адамовича, представители, персонажи из его книг. Только Олеся Адамовича, больше никого? А, то есть, да, может... Как бы сейчас... Да, только Олеся Адамовича. Ну, это да, но, может, у ребят дальше проект пойдет, знаешь, и по всей Беларуси. Да, первый этап, это вот Олеся Адамович. То есть, помните, как все будет хорошо реализовано, то есть посмотрим, можем, будем реализовывать подобные проекты, другие остановочные пункты, то есть, что в разных городах и в разных странах есть такие креативные остановки. Ну, ты можешь открыть, кстати. Даже есть в Беларуси остановка Литовка. Литовка, вот она. Да, да, вот она креативная. Я за это белорусский бизнесмен делал такой вот прекрасный арт-объект. Посвященный творчеству Адаму Яцкевичу. Да, и можно, пожалуйста, бесплатно там путешествовать, смотреть. И, кстати, мероприятия тоже можно бесплатно устраивать. Хорошо, это красиво. Вот это вот Прыпынок-1 у меня. Я так понимаю, что это просто как примеры для ребят, которые еще могут... Да, примеры, то есть, как бы, поискалки в разных городах, в разных странах остановки. Там были шапочки, были вот такие креативные. То есть это мы сейчас, дорогие телезрители, вам накидываем идею, что прямо сейчас проходит конкурс, и если вы интересуетесь, ой, интересуетесь архитектурой, рисуете, то можете сделать классный эскиз. У вас есть еще время до 23 мая. Все верно, да? Да, да, все. Да, рисуете эскиз, и куда его отправлять? Давай дадим наводку телезрителям. Откроем, а что еще еще раз. Адамович Белл, на нем написано подробно про конкурс, также там указано почтовый ящик, на который присылается эскиз. Это Адамович конкурс. Адамович Белл, да, можно присылать вот такие вот эскизы. Ну, знаешь, я думаю, что после этого эфира прям повалит. Да, да. Смотрите, смотрите почту, и я думаю, что очень много классных идей вы увидите. Вот еще это, опять же, да, вот я смотрю такие. Да, да, это в Латвии, это в США такая остановка была, так, это в Казахстане, то есть эти книги. Короче, у нас будет тоже очень классная. Мне кажется, что у нас будет намного круче, потому что ребята сейчас прямо сядут за карандаши и начнут рисовать. Таня, ну а давай сейчас мы с тобой посмотрим, что нам пишет наш телевидитель в интерактиве. У нас ведь будет красиво, а сегодняшний вопрос нашего интерактива спасет ли красота мир, и если спасет, то, собственно, как. Что вы пишете, друзья? Александра говорит, что легко и просто красивые люди спасают мир тем, что радуют других и наполняют мир позитивом. А вот Натали Ситко пишет, что она спасет жертвами, а не красотой, ведь она всегда их требует, и ради красоты они идут на эти жертвы, причем осознанно и с большой охотой. Вот такие вот мнения. Андрей, спасибо большое, что ты к нам сегодня пришел. Мы, правда, надеемся, что ваш проект получит какой-то широкий сейчас уже резонанс, и просто будет очень много заявок, и ваши все идеи воплотятся. И классные остановки появятся в нашей стране. Тебе удачи. Спасибо. Эти выходные были очень насыщенными, и нам удалось посетить много мероприятий, кроме «Мисс Беларусь». Какие, узнаете прямо сейчас. Сегодня мы приехали на фестиваль «Ю-феста» в одной из самых модных минских пространств. И приехав сюда, мы обнаружили маленькую такую табличечку, даже листик. Здесь написано «фестиваль переехал». Переехал в фестиваль. Спустя 40 минут, сменив несколько видов транспорта, мы добрались до новой прописки «Ю-феста». Организаторы обещали, что если мероприятие не зайдет, то они вернут деньги за билет. В этот момент мы захотели вернуть деньги. А как вам вообще это мероприятие? Я только пришла. Что вы здесь делаете, расскажите. Я здесь отдыхаю. Вот так. А как можно отдохнуть? Я тоже хочу отдохнуть, мы вот только пришли. Смотрите, вот подходите к тому человеку, отучаться начинаете, и начинается отдых. Кому? Вот, допустим, вот человек сидит вот тут. Просто подходите, начинаете общаться, и начинается отдых. А почему не к вам? Можно и ко мне. То есть я уже сейчас начинаю отдыхать. А вы будете сегодня заниматься йогой? Думаю, что да. А вы умеете? Да. Приятного аппетита вам. Пришли бы. А что вы едите? Фалафель. Что делать на этом мероприятие? Зачем сюда вообще мы пришли? Потому что мы вот только зашли, мы еще толком не освоились. Куда идти? Где там подслушать, где подсмотреть? Расскажите, подскажите нам. Большое количество образовательных мероприятий по саморазвитию, по самореализации, можно так сказать. А фалафель где, говорите? В квартире. Там? Ага, спасибо. И поскольку фестиваль нам не зашел, мы отправились на выставку СМИ. 5 мая на выставке СМИ было действительно жарко. На стенде Беларусь-2 каждый мог найти себе развлечение, как говорится, по душе. Здесь вам и футбол. Опасно, опасно. Галкипер 2 сейва подряд. Вы посмотрите, что творит. И викторина от Ильи Конновой программы «Копейка в копейку». Ставьте лайки, смотрите канал Беларусь-2 и да пребудет с вами сила. И настоящий танцевальный флешмоб. Самое главное, танцоры, что должно не мешать? Желание. Ну и самое главное, открытый кастинг новых лиц для телеканала. На него, кстати, пришло более полусотни человек. В эфире «Ничего себе ньюз» программа «Вишенка» на телевизионном торте. Ближайшие 5 минут. Только самые вкусные новости со всего мира. Экономисты, домохозяйки, студенты и школьники. Попробовать себя в роли ведущего могли все желающие. Каверзные вопросы сотрудников телеканала и чтение новостей суфлёра. Справлялись с нашими заданиями не все. Программа «Вишенка» на телевизионном торте. От нуля до десяти. Насколько вы оцениваете ваше умение чтения по суфлёру? Лично себя семёрка, знаю, что надо поработать. Мировые СМИ обратили внимание на историю 76-летней Любови Мореходовой, который живёт в глухом хуторе на берегу Байкала. Впрочем, никто с плохим настроением с нашего стенда не уходил. Разве что некоторые ведущие телеканала начали волноваться. Они прогонят ли их кто-то с места под телевизионным солнцем. Мы с любовью прощаемся. Наша песня допета. Мы уверены, его лучиков хватит на всех. Желаю телеканалу «Беларусь-2» позитивных эмоций и смотрите «Беларусь-2». Это клёвый телеканал. Знаешь, самое фееричное, что я вообще слышала в своей жизни, это пение Ильи Конова. И всё-таки хорошо, что он просто ведёт мероприятие и ведёт программу на телевидении, но не поёт. Хочешь сказать, не пой, Илья, пожалуйста. Впрочем, на этой неделе будет ещё много очень крутых мероприятий, которые мы постараемся все посетить и вам рассказать. Да, и, кстати, с 14 по 18 мая в Минске пройдёт международный форум «ФИБА-2018». Если вы хотите узнать про робототехнику, информационные технологии, то срочно отправляйтесь туда. Тань, признайся честно, ты хоть раз в жизни на йогу ходила? Честно? Ни разу. А ты? Я вот один раз сходила, и, если честно, вот вместо этого душевного равновесия, душевного баланса, который я должна была словить, я получила какое-то раздражение, потому что мне не просто не понравилось, была какая-то злая. И мне кажется, что только преподаватель по йоге нам сможет объяснить, как словить эту душевную красоту и гармонию души. Ну вот не знаю, расскажет нам она это или нет, потому что давайте встречать в нашей студии Кристина Томоль, тот самый преподаватель по йоге. Добрый день. Кристина, расскажите, какая польза вообще от йоги? Ну, ни для кого уже не секрет, что при помощи йоги наше тело становится более гибким, а мышцы становятся более сильными. И мы напрямую воздействуем на позвоночник. А поскольку позвоночник – это основа всего, всех наших основных систем, пищеварительные системы, выделительные системы, эндокринные системы, кардиореспираторные системы, то, поддерживая основу свою здоровой, мы основательно влияем полностью на весь наш организм. А с какого возраста можно начинать заниматься? Есть группы для деток, есть совсем для маленьких, там, где мамы с детьми. Есть уже дети такие поосознаннее, так, с пяти до восьми, это такая младшая группа, и где-то с восьми до тринадцати, пятнадцати, там уже вторая группа. То есть дети занимаются? Но всё-таки в каком возрасте лучше начинать? То есть с самого какого-то раннего детства или уже можно попозже? То есть как спорт, да, например, в себе там с пяти лет идти заниматься? Или можно в любом моменте заниматься? Дело в том, что на данном этапе йогу можно рассматривать с разных ракурсов. Конечно, если мы рассматриваем йогу как спорт, ну, допустим, у нас нет йоги как спорт, а в Индии есть йога как спорт, ну, конечно, это дети, безусловно. Если мы рассматриваем йогу как физкультурно-прикладной аспект для поддержания нормальной формы, да, ну, просто чтобы быть достаточно подвижным, гибким, сильным, иметь возможность наклониться не так, а легко, да. Чтобы не хрустело ничего. Да, да, то это может совершенно в любое время. Кристина, а вот если мы хотим вот это, вот знаете, вот ум, спокойствие, тишина... Нет, я просто задам вопрос этот, заменяет ли йога таблетки от стресса? Ну, или так? Йога напрямую воздействует на нашу эндокринную систему, и при помощи дыхательных техник, таких как пранайма, при помощи медитативных техник, мы действительно снимаем состояние стрессовое, мы действительно можем справляться с депрессией, и мы можем контролировать это при помощи йоги, конечно. Сейчас, кстати, вот все техники, я надеюсь, зрители что-то услышали, ничего не поняли, мы тоже с вами, на самом деле, не особо в теме. Давайте пару секретов раскроем нашим телезрителям, но не сейчас, а после рекламы на Беларусь-2. А на Беларусь-2 сегодня красивая пятница, прямо сейчас мы будем обретать гармонию. А благодаря йоге у нас в студии, я напомню, Кристина Томоль, это преподаватель по вот такому прекрасному виду деятельности. Ну, еще до того, как мы начнем изучать все эти асаны, задам пару вопросов. У меня много друзей, которые занимаются йогой, стали веганами и вегетарианцами. Скажите, это как-то специальная диета для тех, кто практикует йогу, или просто желание? Специальной диеты нет, и любой человек может начать практиковать йогу, независимо от того, вегетарианец, он веган, это не имеет значения. Дело в том, что просто когда мы начинаем практиковать, мы можем прислушаться более внимательно к своим ощущениям. И мы зачастую отказываемся от нездоровой, вредной химической пищи абсолютно неосознанно и не прилагая к этому каких-то усилий. То есть организм сам понимает, что ему нужно, а что ему не нужно. Кристина, а вот дома можно практиковать? Дома можно и нужно практиковать, потому что самостоятельная практика не заменит. Как это сделать? Покажите нам. В первую очередь для того, чтобы практиковать дома, нужно для себя выделить время. Ковер – это уже, как говорил Гуруджа Ингар, самое сложное в йоге – расстелить коврик, это правда. Но еще нужно выбрать время, когда вы его будете расстилать. То есть если вы выбрали время, когда вы это будете, пусть вы определили для себя 15-20 минут, полтора часа в лучшем виде. Это зависит от цели. Если мы хотим успокоиться или наоборот мы хотим взбодриться, то в принципе можно взять абсолютно прикладной аспект, взять какую-нибудь асану, ее сделать, может, 2-3, и вы уже почувствуете изменения. Если вы, конечно, хотите полноценную практику, ну, безусловно, это примерно полтора часа займет. Покажите нам хоть что-нибудь. Допустим, вот как лучше уроки выучить у козы, пожалуйста. Как запомнить сценарий? Очень актуально, знаете. Как запомнить сценарий? Очень часто мы не можем сконцентрироваться. То есть мы что-то думаем, и там думаем, здесь думаем, да, и мы не можем поймать вот этот вот баланс внутренний. А поскольку у нас тело очень взаимосвязано с нашим ментальным состоянием, я покажу, как поймать баланс внутренний через тело. Эта асана называется поза дерева, врикшасана. То есть мы остаемся на опорной ноге. Не забудьте потом поменять ногу. У меня сейчас левая нога опорная, правая нога рабочая. Таз на одном уровне. Кисти складываем перед грудью на мосты. И фиксируем это положение примерно на минуту. Больше не надо. И мы уже автоматически запоминаем что-то? Если вы в этом положении чувствуете себя абсолютно комфортно, то есть вы уже перестали нервничать и просто задумались о том, как бы не упасть из этого положения, можно закрыть глаза. А кто-нибудь пробовать будет со мной? А кто-нибудь пробовать будет? Самое главное, чтобы никого дома не было, понимаешь? Да, можно закрыть глаза. Эта асана активизирует наши способности на удержание баланса. Ну, может быть, попробует кто-нибудь? Ну, может быть, я, конечно, так не сделаю. Ну, допустим, вот так, пожалуйста. Да, да. И закрываем глаза. И закрываем глаза. И меня... Я бы тебя долгнула, но не будут. Вот когда он перестанет шатать физически, перестанет шатать ментально. Так, ну и... Вот так. И давай давайте какую-нибудь еще карточку. Ну, давай еще карточку, да, чтобы вот мы... Давайте так. Если мы чувствуем, что мы совершенно взбудоражены и не можем успокоиться, да, есть очень простая асана, которая поможет это сделать. Мы садимся на колени пятки, это могут сделать все, кто угодно. Опускаем голову вниз и кладем голову на пол. Остаемся в этом положении до пяти минут. У нас только, к сожалению, нет терпи, мой. Мы не будем столько оставаться, но действительно, это очень просто и это очень эффективно. Если говорить еще... Вот для закрепления эффекта, третье упражнение. Да, для закрепления эффекта мы возьмем, ну, поскольку, я так понимаю, здесь есть желание на именно балансировочку сделать, да, мы возьмем для того, чтобы гармонизировать свою душу, чтобы красота вот прямо так... Итак, давайте, третья короночка. Давайте еще один балансик. Мы захватываем стопу за большой палец, выпрямляем ногу, делаем вдох и опускаем корпус к опорной ноге. Оставайтесь до 30 секунд в этом положении, затем мы делаем вдох, плавно уводим ногу в сторону. Ну, ну, помогайте, помогайте, коллеги. Да, 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 пожалуйста. А взгляд уводим в противоположную? Взгляд, пожалуйста, в противоположную. Таня, давай, еще скажи, что. Нам нужно практиковаться, Кристина, спасибо вам огромное. Нужно? Я думаю, что после эфира мы как раз этим и займемся. Кристина, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Да, ну, а прямо сейчас мы предлагаем телезрителям посмотреть те мероприятия, которые пройдут в ваших городах на этих выходных. Гордость всемирного искусства, сын Витебской земли, мастер с душой ребенка. Так о Шагале говорят сегодня. Но какими были юные годы художника, его первая любовь. Об этом и не только в этюдах памяти на экспериментальной сцене театра имени Якуба Колоса. Старт в 6 вечера, стоимость билетов 9 рублей. В Могилеве сойдутся звезды для лучших танцоров страны в рамках фестивального проекта «Звездочет». В программе запланировано не только выступления участников в различных танцевальных жанрах, но и мастер-классы от членов жюри. Так что вэлком, как говорится, в молодежную столицу Беларуси 2018 за яркими эмоциями, впечатлениями, обменным опытом и новыми победами. Лучший объект культурного туризма Беларуси 2012 года. Гомельский дворцово-парковый ансамбль предлагает посетителям побывать в резиденции графа Румянцева и князя Варшавского Паскевича. Не проходите мимо зимнего сада, там вы увидите более шести сотен растений. Самое старое было посажено в 1888 году. А любителям активных развлечений тоже найдется занятие по вкусу – городок аттракционов. По выходным дням экспозиция открыта с 10 утра и до 6 вечера, а со вторника по пятницу с 11 до 19 часов. Барановичи! Второй этап Кубка Виртуозов Руля едет к вам. В эту субботу на площадке возле Ледового дворца вас ждут парные заезды на трех трассах с различной конфигурацией. Заезды будут проводиться как параллельная схема движения, так и последовательная гонка-преследование. Для зрителей будут проведены розыгрыши призов от партнеров мероприятия, а ГАИ города проведет свои конкурсы на знания ПДД. Старт в час дня, вход свободный. А в Гродно в эту субботу состоится фестиваль волшебных шаров. Пройдет мероприятие в парке имени Жилибера. В программе конкурсы для детей и взрослых, световое шоу, живая музыка и многое другое. Никаких возрастных ограничений нет, поэтому приходите всей семьей. Начало в 9 вечера, вход бесплатный. А если вы хотите узнать про судьбы наиболее известных гродненских фабрик, то сходите на выставку в Старый замок, где представлены уникальные экспонаты, созданные в Гродно сотни лет назад. Стоимость билетов от 3 до 6 рублей. Даня, что ты делаешь? Я, между прочим, претендую на титул Вива Ровар. Даня, ты вообще о чем сейчас? Потому что ты не знаешь, в эту субботу пройдет велокарнавал, на котором я планирую себя показать во всей красе. Так, ладно, во сколько и куда мне подъезжать? А площадь победы в час дня. Умеете играть в теннис или просто нравится этот спорт, приходите в субботу на любительский турнир. Для новичков участие бесплатное. Для тех, кто будет пробовать свои силы не в первый раз, придется заплатить 40 рублей. С 16 до 21 на победителей 63. А вот нас пока, дорогие друзья, вы приглашаете только в город Полоцк. Написал нам Максим Гапанович. Почему город Полоцк? Максим пишет, что это центр Европы, и там даже установлен памятник, что это центр Европы. И здесь много интересных достопримечательностей. Борисов камень, исполняющий желания. В общем, столько всего интересного. И мне кажется, что нужно посетить. И не только я сказала про город Полоцк, как появился еще город Светлогорск. В общем, присылайте свое предложение, куда должен отправиться пин-код. Подожди, давай же скажем, почему нас зовут город Светлогорск. Дима Лойко пишет, что это центр Млечного Пути со своими сверхновыми. В общем, очень классно. Таня, давай, дочитай дальше, пожалуйста. Прочитаем комментарии Димы Лойко и подумаем, куда нам отправляться. Пишите, почему мы должны приехать в ваш город. Что там такого классного и интересного. Ну, а наш второй интерактив звучит так. Если красота спасет мир, то как? Да, и мне понравился комментарий нашей зрительницы. Красота спасет мир, потому что у вас есть я. Спасибо тебе, Катюша, за то, что ты у нас есть. Причем я тебе скажу, этот комментарий оставили дважды. Каролина Миклис пишет, прежде всего, красота, она должна быть естественной. И, как верно написали, красота без жертв не обходится. Прежде всего, нужно думать о здоровье и одновременно о красоте. Нам надо закругляться и надо выбирать победителя. Если не будет красоты, не будет всего человечества. Я предлагаю выбрать двоих счастливчиков, которые отправятся на концерт Димы Каминского. Я хочу отдать свой пригласительный Кате Майер. Красота спасет мир, потому что у красоты есть я. А я хочу отдать свой пригласительный Каролине Миклис. Прежде всего, красота, она должна быть естественной. И, как верно написали, красота без жертв не обходится. Прежде всего, нужно думать о здоровье и одновременно о красоте. А я знаю, кстати, что в Турции популярны красивые девочки, блондиночки с голубыми глазами. Аня. Это я должна была сказать, чтобы ты могла добить шутку. Ладно, ты была в этом красоткой. Ну, а ты и в Беларуси ничего, Таня. Спасибо, Аня. Это была программа «Пин-код». Мы сегодня говорили о красоте. Смотрите нас, Татьяна Матусевич, Анна Ваганова. И подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И увидимся на следующей неделе. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Тестирование все ближе. Не дрейф. Ты успешно со всем справишься. Если внимательно послушаешь нас в четверг. Мы любим ее. Мы ждем ее. Мы возлагаем на нее большие надежды. Пятница. Присоединяйся. Будет круто. Это «Пин-код». Смотри, не пропусти. Тестирование все ближе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова